Коллекция стойких теней подводок The One расширилась до 5 оттенков. И в этом видео мы сравним цвета с каталогом, покажу вам с вотчиной руки и также проверим их под водой на стойкость. Поехали! Данный продукт для нас не новинка, мы уже знакомы с двумя оттенками, зеленый изумруд и фиалковый сорбет. И я снимала на эти цвета шотс, давайте вам здесь оставлю, и там вы можете посмотреть, как наносится на веки данный продукт. Поэтому в этом видео я наносить не буду, мы только с вами обсудим цвета. Я использую этот продукт уже почти год и могу отметить очень насыщенный пигмент, большую стойкость, Также цвет теней и карандаша очень гармонично сочетаются, идеально подобраны друг к другу. Текстура и у тени, и у карандаша приятная, кремовая, очень гладко скользят, хорошо покрывают века. И макияж глаз держится целый день. Я использовала оба оттенка в этом году на выпускной, было очень жарко. И девочки до самого утра проходили в идеальном макияже. И даже профмакияж не всегда демонстрирует подобную стойкость. Арифлэм заявляет нам, что оттенки вдохновлялись скандинавским летом, шведской природой. И специально сделали такую яркую палитру из пяти стиков, для того, чтобы мы могли долгими летними вечерами гулять и сохранять яркость макияжа. Также подходят эти карандаши для пляжа, потому что они супер просто водостойкие. И подходят для вечеринок жарких у бассейна. То есть вы можете купаться с данным продуктом, с макияжем, выполнен данным продуктом, совершенно спокойно и ни за что не переживать. 43-346 это первый оттенок лазурный синий. Если мы будем сравнивать с каталогом, то вы увидите, что цвет идентичен к каталогу. Единственное, выглядит чуть более блестящим этот оттенок каталоги. В стике немного посинее, но на руке сейчас мы увидим, что настолько же насыщенный этот синий цвет, как и на картинке. Интенсивность оттенка можно регулировать в зависимости от того, сколько теней вы накладываете. То есть если вы проведете один раз и растушуете, то у вас будет такой приглушенно-синий цвет. Но если вы проведете несколько раз и при этом растушуете обязательно границы нанесения теней, чтобы смотрелось все гармонично, то у вас будет такой ярко-синий индиго или кобальт, можно еще назвать этот оттенок. Но выглядеть в макияже он будет очень-очень эффектным. И с другой стороны здесь есть карандаш, который настолько же стойкий, как и тени, но он просто потемнее. Есть такой небольшой фиолетовый отлив у этого синего карандаша. Рекомендуют, ну естественно, носить тени на верхнее веко, а карандашом прокрашивать подводку. Можно делать длинные стрелки, можно межресничку, но это как вы уже привыкли. Следующий оттенок я показывала вам в шоксе, но все равно давайте посмотрим в сравнении. Если мы будем сравнивать с каталогом, то в стике выглядит чуть поприглушеннее, но по факту на веки будет выглядеть тон примерно так же. Если вы проводите один раз, то оттенок, знаете, такой приглушенно-зеленый, даже ближе к оливковому. Если вы нанесете поинтенсивнее тени, то уже будет цвет такой ярко-зеленый, но все равно это не сочный цвет травы, а здесь вот ближе к изумруду. Я все-таки рекомендовала бы наносить эти тени поплотнее, тогда они будут играть и показывать всю свою красоту. И с другой стороны мы наносим подводку, и это чистый темно-зеленый оттенок. Красивое сочетание, и на веках смотрится потрясающе. И большое спасибо всем, кто писал мне в телеграм-канале Баблик свои отзывы. После того, как я туда выложила вот это видео, короткий шот на тени, я вижу, что уже даже два оттенка было всего в каталоге, но они успели завоевать очень много любви у покупательницы Арифлейм. Следующий оттенок новый, 43-348. В каталоге, мне кажется, выглядит как-то по-сирее, как будто припыленный вот этот игристый нюд. Ну, на самом деле, давайте посмотрим, как он будет выглядеть на коже. Если вы просто проведете пару раз, то это будет полупрозрачный бронзово-золотистый цвет. Если вы его наслоите посильнее, ну, не знаю, может быть, у меня кожа темновата, может, на белоснежках он и будет выглядеть ярко, как в каталоге, но по факту, вот, даже на коже цвет смотрится посветлее, все-таки, чем на фотосводчик каталога. Но давайте глянем, насколько темный коричневый оттенок карандаша. Вот со стороны карандаша текстура очень гладкая, наносится мягко. Ну, тени, они, само собой, скользят и очень здорово наносятся, но карандаши просто супер гладкие. Вы точно получите и яркие эффектные тени, очень стойкие, и вы еще и получите очень крутые карандаши. Посмотрите, насколько насыщенная в них пигментация. Следующий оттенок также мы видели с вами в Шотсе. Это 43-349 фиалковый сорбет. И здесь абсолютно идентичен цвет каталогу. И я делала, как я уже вам сказала, макияж с этим оттенком. И он выглядит очень насыщенным. Единственное, если вы будете проводить им вот раз-два, он может выглядеть, знаете, таким немного полосящим. Поэтому наслоите, проведите несколько раз, и вы увидите, насколько это припылено-фиолетовый цвет. Если вы любите вот эти вот оттенки Тау, пыльная роза, то вам сюда, вот к этому карандашу. Посмотрите, как он здорово выглядит на руке. И давайте же подчеркнем его стрелочкой. И посмотрите, карандашик фиолетовый, он не темный, он прям идет в цвет теней. Очень гармоничное сочетание. Вот этот вариант мне нравится безумно. И для тех, кто любит розоватые оттенки, сейчас они очень актуальные, модные. Особенно вот такие сияющие. Я делала пост недавно с образом Ирины Шейк. И там можно видеть в ее макияже вот абсолютно такие же оттенки. Здесь еще очень важно подобрать помаду под такие тени, чтобы макияж выглядел гармонично. И это у нас тон 43-350 розовый закат. И здесь тоже идентичен оттенок стика, фото стику в каталоге. Давайте посмотрим его на руке. В одно нанесение это прямо светлая такая розовинка. Кстати, не забывайте, что тени сияющие. И поэтому под разным светом они будут выглядеть по-разному. В вечернем макияже, в полумраке это будут супер насыщенные тени, оттенки. Если вы будете выходить на солнышко, то у вас будут блики, переливы. И это будет выглядеть очень эффектно. Итак, наслаиваем розовый закат, получаем оттенок Ирины Шейк и подчеркиваем его дополнительно карандашком. Карандаш, кстати, знаете, такой вишнево-коричневый, прямо уходящий сильно в коричневый, но тоже очень гармонично выглядит и дополняет тени. Все парочки, вот прямо мне по душе, каждая чем-то хороша по-своему. Все зависит от того, какой макияж вы хотите сделать. И давайте посмотрим, как эти тени будут реагировать на воду. Потому что я уверена в их водостойкости. Можно нырять, заплывать, брызгаться водой. Ничего этим теням не будет. А давайте вот это видео с водой вынесем в отдельный шоц и я опубликую в телеграм-канале Баблик. Потому что мне кажется, это очень эффектно. Итак, у теней высокая пигментация. Они здорово скользят, хорошо тушуются, очень-очень стойкие и долго держатся. Не будут у вас западать в складки, в морщинки. То есть, как вы их нанесли, они будут держаться как прибитые. Ну, теперь главное подобрать свою гамму и свои оттенки. Надеюсь, мой обзор вам в этом поможет. Ставьте лайк, если он вам был интересен и полезен. Пишите в комментариях, какой из цветов вам больше всего понравился. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео о новинках Арифлейм на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока.